Всем привет! Это Аудиомания и мы продолжаем знакомить вас с результатами народного рейтинга 2019 года. В этом видео я расскажу о 5 сабвуферах, которые были наиболее востребованы у покупателей Аудиомании. Открывает наш рейтинг очень мощный и современный сабвуфер от Monitor Audio. Модель Silver W12 принадлежит к шестому поколению устройств серии Silver и по сложившейся традиции включает в себя технологические решения флагманских моделей прошлых лет. Сабвуфер оснащен 12-дюймовым динамиком, диффузор которого изготовлен из алюминиевого магниевого сплава с применением фирменной технологии C-CAM. Встроенный усилитель класса D от компании Hypex обеспечивает 500 Вт выходной мощности. Он имеет импульсный блок питания, благодаря чему обладает повышенной перегрузочной способностью. Главным украшением модели является 32-битный аудиопроцессор со встроенной системой автоматической калибровки и тремя предустановленными режимами звучания. Сабвуфер выполнен в закрытом корпусе и допускает только низкоуровневую коммутацию. Пётр из Новомосковска отметил отсутствие гула, хорошие возможности по согласованию с акустикой и исключительную полезность системы автокалибровки. Евгений из Севастополя также обратил внимание на чёткость звучания и ощутил прирост качества звука в своей системе на совершенно разноплановом контенте. На четвёртом месте расположился ещё один высокотехнологичный сабвуфер Bowers & Wilkins ASW-608. У него нет системы автокалибровки, но есть масса дополнительных настроек, среди которых система эквализации, подстраивающая характер звучания соответственно акустике помещения. А функция Bass Extension способна увеличить глубину баса до отметки 32 Гц по уровню минус 6 дБ, что является серьёзным показателем для компактной модели. Длинноходный динамик имеет 8-дюймовый композитный диффузор, состоящий из аромидных и бумажных волокон. Он приводится в движение 200-ваттным усилителем класса D, производства компании IcePower. Точность и сфокусированность звучания обеспечивают не только качественные комплектующие, но также закрытое акустическое оформление. Дмитрий Изорска обратил внимание на хорошее сочетание габаритных размеров сабвуфера и самых нижних нот, которые он способен воспроизводить. Благодаря этому удалось расширить в басовую область звучание стереосистемы, укомплектованной напольной акустикой. Третье место по популярности занял абсолютно классический сабвуфер – DALI CENSOR SUB E12F. Его 12-дюймовый динамик с алюминиевым диффузором и мощной четырёхслойной звуковой катушкой помещен в фазоинверторное оформление. Для лучшего распределения нижнего баса в помещении порт фазоинвертора выведен вниз, а необходимый зазор между корпусом и полом обеспечивает фирменная металлическая подставка. Усилитель сабвуфера работает в классе D и выдаёт 170 Вт мощности в рабочем режиме и до 220 Вт на пиках сигнала. Модель имеет низкоуровневые входы и стандартный набор регулировок. Александр из посёлка Добрае уже на стадии прогрева отметил высокое качество звучания и остался очень доволен внешним видом этого сабвуфера. На втором месте расположился сабвуфер REL T-ZERO. Это не только самая компактная модель в линейке популярного производителя, но и один из самых маленьких сабвуферов на рынке в целом. Несмотря на это, разработчики не стали использовать фазоинвертор для расширения рабочего диапазона, отдав предпочтение закрытому корпусу. Длинноходный динамик калибра 6,5 дюймов направлен в пол, что позволяет равномерно распределить низкие частоты в помещении и избежать локализации сабвуфера на слух. Производитель рекомендует высокоуровневое подключение, для чего в комплект поставки входит специальный кабель с разъёмом Noitrix Picon. Стандартная низкоуровневая коммутация также поддерживается. Усилитель класса D обеспечивает 100 ватт выходной мощности, поэтому для помещений средних и больших размеров рекомендуется использовать два таких сабвуфера. Именно так поступил Роман из Ефремова и остался очень доволен результатом. Алексей из Балашихи полностью поменял своё отношение к роли сабвуфера в системе, оценив насколько сочный и приятный звук даёт эта модель. Самым востребованным сабвуфером 2019 года оказалась ещё одна модель бренда REL. Это старший брат T-Zero, модель T5i. Он выстроен по аналогичной схеме в закрытом корпусе с длинноходным динамиком, ориентированным вниз. Но калибр излучателя более серьёзный и составляет 8 дюймов или 200 мм. Главной особенностью модели является применение классического усилителя, работающего в классе AB. По мнению разработчиков, это позволило сделать звучание более музыкальным. Мощность усилителя составляет 125 Вт. Схема подключения также аналогична младшей модели с одним важным дополнением. К модели T5i можно подключить опциональный беспроводной модуль REL Arrow. Александр и Николай из Москвы эксплуатируют эту модель в системах 2.1 и очень довольны звучанием. А Александр из Пятигорска отметил положительный опыт при использовании сабвуфера на малой громкости. Это были 5 сабвуферов, которые покупатели Аудиомании чаще всего выбирали в 2019 году. И если в этом году вы тоже обновили свою систему, обязательно поделитесь своим опытом в комментариях. А если вы только интересуетесь данной темой, напоминаю, послушать эти и другие модели можно в салонах и шоурумах Аудиомании, а получить консультацию не только лично, но также онлайн и по телефону. А у меня на сегодня все. До новых встреч! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео.